добрый вечер всем недельная глава бывает и неделя называется трума трума в переводе с еврейского языка означает приношение возношение написано так недельной главе что всевышний обращается к мужа и говорит ему скажи сыновьями израиля и пусть возьмут и пусть возьмут мне труму пусть возьмут пусть возьмут мне приношение конечно у нас возникает вопрос что должно быть написано пусть возьмут мне приношение а пусть дадут мне приношение речь идет о том что всевышний обращается к мошэ когда мошэ спускается с горы сина и сообщает евреям что им прощен грех золотого тельца то тут же мошэ рабейн говорит им что надо начинать строить мешкан передвижной храм в пустыне на самом деле есть мнение что передвижной храм был построен чтобы искупить грех золотого тельца поэтому каждый еврей который до этого приносил например не дай бог приношение на и дала на которого сделали пустыне золотого тельца и должен искупать свой грех и приносить приношение на то чтобы строить передвижной храм мишка Кто приносил шкуры, кто приносил кожу, кто приносил золото, серебро, медь, каждый приносил то, в зависимости от своего дохода и к чему его сердце повелевало, чтобы он принес. На самом деле написано позже, в более поздней главе, что на самом деле первые, кто приносили в мешкам приношения были женщины. В отличие от золотого тельца, когда написано, что женщины не дали свои украшения на тельца, в отличие от золотого тельца, женщины были первые, которые приносили приношения для строительства передвижного храма, для строительства передвижного храма в пустыне в мешкам. Еще язык трума означает подниматься, возвышаться, это язык возвышения, поэтому это переводится как возношение, возношение или возвышение. Человек, который дает труму, человек, который дает на что-то божественное, он возвышается, потому что он дает кому? Дает возвышенному. На самом деле, почему написано вейкху, и возьмут себе, потому что понятно, что человек, который дает на что-то возвышенное, бедному или богу, или на что-то хорошее, на какую-то митсу, понятно, что он гораздо больше получает, чем отдает. Поэтому написано, и пусть возьмут в себе приношение, потому что переводится буквально, пусть возьмут в себе приношение, потому что понятно, что человек, который отдает на святые цели, он гораздо больше получает, чем отдает. Но давайте остановимся немножко на языке трума, возношения, возвыситься. Царь говорит, царь Давид говорит так. Это мы читаем в молитве. Небеса рассказывают славу Богу, и о деяниях Его рук поведает нам небесный свод. Ну, как небеса рассказывают? Разве мы слышали когда-нибудь, что небеса разговаривают? Значит, ничего мы не слышим из сказанного ими, небесами. Небеса, созвездия идут на небесах по своим маршрутам, солнце и луна идут по своим маршрутам. Мы не слышим никаких слов от них. Но когда человек размышляет о небесах, он исполняется страхом, он исполняется смирением перед творением мира, перед Творцом мира. Потому что он начинает понимать, он получает смирение от возвышенности Творца мира, от того, какой мир он создал, когда он видит, насколько велика галактика, насколько много звезд там, несчетное количество. И сейчас, когда придумали телескоп, то можно увидеть целые галактики в этот телескоп. Но не только телескоп можно увидеть, микроскоп тоже можно увидеть. Как вели деяния твои, Всевышний? На самом деле, с помощью микроскопа обнаружили, например, микроскопа, который увеличивает по 27 миллионов раз. Мы сейчас обнаружили, например, какое-то насекомое, которое, если увеличить 27 миллионов раз, то это получится как зерно пшеницы. В то же время у этого насекомого 24 ножки. Получается, что такое-такое величие Всевышнего, что он создает и великое, и галактики, и такие маленькие создания, которые мы не можем увидеть человеческим глазом. На самом деле, весь мир был создан 22 буквами, 22 буквами еврейскими, которые есть в Торе. У каждой буквы поэтому есть духовный смысл. В каждой еврейской букве содержится духовный смысл, потому что с помощью каждой из еврейских букв, 22 букв, был сотворен мир. И на самом деле, первое предложение в Торе, оно состоит первой буквой первого предложения Торы. Берешит Бара Элуким Эда Шамайм Вейдарец. Вначале сотворил Бог небо и землю. Значит, первая буква Берешит Бет. Вторая буква Бет Бара. Третья буква Алев Элуким. Четвертая буква Алев Эд. Пятая буква Гашамайм Гей. Шестая буква В. В Эд. Шестая буква В. И седьмая буква Гей. Га Аретц. Они составляют численное значение 22 по количеству еврейских букв, которыми был создан мир. Какая самая большая буква, которая есть в Торе, которая стремляется в небеса, это буква Ламет. Какая у нее такой кончик наверху, который стремляется в небо. Какая самая маленькая буква, буква Ют. И Всевышний создал это все. В. Ли Трума. Ли. Это самая большая и самая маленькая буква. В Торе. То есть Всевышний сотворил и великий мир, огромный мир. И в то же время он сотворил микроскопический мир. Говорит нам Ямаром Наход. Проговорит нам такую фразу. Я во Ядид. Бен Ядид. Беевне Ядид. Ли Ядид. Бехэлькошель Ядид. Бейтхапру Бо Ядидим. Вы, наверное, услышали в этом предложении. Я многократно повторяю слово Ядид. Ядид. Что такое Ядид? Ядид, если есть понятие Хавер, это просто друг. То Ядид это задушевный друг. Ядид Нефеш. Задушевный друг. Так написано в Ямаре так. Придет Ядид. То есть задушевный друг. Бен Ядид. Сын задушевного друга. Беевне Ядид. И построит Ядид. Задушевный друг. Ле Ядид. Задушевному другу. Бехэлькошель Ядид. В уделе задушевного друга. И искупятся этим Ядидим. Искупятся этим задушевные друзья. Какое объяснение этому? То, что написано в Гемаре на ход. Объяснение этому тому, что Шлому Амелях, царь Шлому, который называется, одно из его имен было Ядидия. Это имя, значит, задушевный друг Всевышнего. Ядид Ка. Значит, приходит Шлому, которого имя также Ядидия, царь Соломон. Сын Абрама Вину, который называется Ядидом, задушевным другом. Как сказано, Как сказано, что моему задушевному другу в моем доме, и построит задушевный друг Ле Ядид. То есть, кто такой? Что построит он ему храм. Кому? Ядиду. Это Всевышний. Бехэлькошель Ядид. Кто такой? Еще один Ядид. Уделе кого? Уделе Беньямина. Ведь хапру бой Ядидим. И искупаться будет еврейский народ. Бугрехи будут искупаться в этом Ядиде. То есть, еврейский народ тоже называется Ядид. Спрашивают комментаторы, мудрецы, зачем так скрывать это все? Сказало бы Писание просто на иврите. Яваш Ломо, бен Абрам, придет Шломо, сын Абрама, и построит веемнеедедбейдамикдашнякадошпоруху, и построит храм Всевышнему. Бехэлькошель Ябинямин. Уделе Беньямина. И искупаться в этом грехи еврейского народа. Зачем нужны все эти Ядидим? Зачем нужны все эти Ядидим? Эти друзья, задушевные друзья. Значит, говорит Рабшлома Голбе. Был такой один из беднейших рабоним последних поколений. Как мы, говорит, понимаем слово «дат»? «Мивиге»? На самом деле, что Всевышний дал еврейскому народу? Он дал нам митсвот, заповеди. Ишла Акадош объясняет, что митсва милошон цавта. То есть митсва от слова цавта. Что это значит? Что если человек чувствует, что он исполняет митсву, потому что он обязан исполнять это, он не исполняет митсву как нужно. Он должен исполнять митсву, потому что он ее делает вместе с Богом. То есть как будто его близкий друг Бог попросил его сделать что-то, и он делает это вместе с ним. На самом деле, наша религия не религия, которая на человека накладывает и утяжеляет ему закон. Мы не являемся какими-то рабами с какими-то законами очень строгими. Наша религия, она находится в понятии эпидут, задушевного друга. Что Всевышний хочет быть нашим задушевным другом. И так называется Едыд, Всевышний называется Едыд-Нефеш, когда мы поем шаббат на третью трапезу, мы поем такую песню. Едыд-Нефеш, Аварахаман. Едыд-Нефеш, задушевный друг, Аварахаман. Задушевный друг, Отец Милосердный. Кому мы обращаемся? Мы обращаемся к Богу. И на самом деле все они, и царь Давид, и Авраам, и Шломо, и Бениамин, и Бейдамикдаш, и Храм, и Всевышний, все это одна большая Едыд, одна большая задушевная компания. То есть мы не должны думать, что Всевышний к нам приходит как... хочет нас захватить, поработить и так далее. Нет, он приходит к нам как задушевный друг. И какие знаки он нам дает, чтобы они свидетельствовали, что он наш задушевный друг. Приходит, рождается мальчик в этом мире. Ну, что ему делают? Проходит неделя, ему делают брит, ему делают обрезание. Значит, что он сделал, чтобы удостоиться обрезания? Какие у него есть заслуги? У него никаких заслуг нет. Он всего семь дней пробу в этом мире. А мы уже, когда делаем ему обрезание, говорим такие слова. Ашер кидеш ядид ми бетен. Мы обсловляем Бога, который благословил нашего друга с рождения. То есть он уже, ядид называется, ребенок, который только недавно родился. И что мы делаем это обрезание для Всевышнего? Гимара говорит, что мы на самом деле делаем это обрезание для ребенка, который спасает его от ада. Говорит Гимара, что и Абрам Абину, наш отец Абрам, сидит у входа в ад. И тот, кто был обрезан, Абрам не дает ему зайти в ад. Ну и что? Понятно, что кто из нас помнит, что ребенок плакал во время обрезания? Никто не помнит. А это митсва, из-за которой ребенку, из-за того, что ему исполнилось 8 дней, ему делали это обрезание, это митсва, которая позволяет ему не увидеть ад. И он уже называется ядид. Он уже называется задушевный друг. Вторая точка, второй знак – это шаббат. Соблюдай шаббат, 6 дней отдыхай. В седьмой день, 6 дней работы, в седьмой день отдыхай. Но шаббат разрешено соблюдать еврею, потому что шаббат – это заход только для адебин, для задушевных друзей. Когда мы сидим вечером в шаббат и поем «Маидидут менухатех», как дружественный твой отдых. Ад шаббата молка, ты шаббат царица наша. Когда мы приближаемся к концу шаббата, как я уже говорил, во время третьей трапезы, мы поем «Едид нефеш абарахаман». Мы поем «Задушевный друг наш, абарахаман, царь милосердный». Всевышний, он едид на нефеш шелану. Он задушевный наш друг. «Шесть дней они твои, один день отдавай Всевышнему». Когда мы слышим это, мы думаем, что значит «отдавай Всевышнему» этот день? Можно подумать, было бы, что мы в этот день должны не кушать, не пить, не спать. Мы должны учить Тору, не перерываясь. Но что говорит нам Тора? Что в шаббат запрещено поститься. Ты обязан есть, ты обязан отдыхать, ты обязан кушать мясо, рыбу по возможности. То есть устраивать себе хорошую трапезу, пить хорошее вино. И не забудь одеться хорошо, красиво. Ведь это день Всевышнего. Так что в итоге мы берем? Мы берем, мы даем Всевышнему или берем себе? Вейкхули трума. Почему написано Вейкхули трума? И дадут мне возношение. Торму ведь дают, а не берут. Но когда ты даешь, ты на самом деле берешь. То есть когда человек соблюдает шаббат, он на самом деле делает это для себя. Он для себя берет это. Хотя он считает Всевышний, как будто он дает ему. Когда человек строит мешкан, строит передвижной храм. Как в наше время можно построить храм? Есть такое объяснение, что храм надо построить в своей душе. Мешкан надо построить в своем сердце. Для того, чтобы мог туда зайти Всевышний. Потому что вчера еще на лекции я говорил о том, что Всевышний заходит в то место, которое ему разрешают войти. Есть мнение, что когда человек дает деньги, чтобы построить синагогу, синагога считается маленьким храмом, маленьким мешканом. На самом деле, когда человек дает деньги, когда, например, на деньги, которые он дал, построили пол в синагоге, на нем стоят евреи и молятся Богу. Понятно, насколько это поднимает его в будущем мире. И понятно, что он прежде всего, когда дает, он прежде всего этим берет. Вообще, надо сказать, что человек, который отдает, еще Рапштайман говорил, что он никогда... Знаете, царь Давид говорит так. Царь Давид говорит так. Я был молодым и состарился, и никогда не видел праведника, оставленного Богом и просящего хлеба. А Рапштайман говорил, это мудрец нашего поколения, говорил. Я никогда не видел человека, который бы проиграл от того, что он левотер, от того, что он кому-то уступил. Когда человек уступает, он не проигрывает, он только выигрывает. Рассказываю такую историю, которая произошла, реальная история произошла, когда было такое производство хай-тек, то есть производство, компьютерное производство, на котором должны были выбрать новую секретаршу. И там сидели две женщины, которые пришли как кандидатки, чтобы выбраться на постсекретаршу. Одна была молодая, и она была очень умная, развитая, а вторая была уже не в возрасте, уже женщина в возрасте, замужняя, с шестью детьми. И на самом деле, когда их выбирали, то понятно, что хотели выбрать молодую. И сказал ей начальник, который ее выбирал, что она может завтра прийти на работу. Она сказала, ты знаешь что? Он сказал этому начальнику. Я бы с удовольствием это сделал, но я считаю, что этой женщине, которая пришла передо мной, она ей больше нужна эта работа. У нее шестеро детей, у нее муж учит Тору. Поэтому я вас очень прошу, дайте ей эту работу. Как ни странно, ее послушали. Так и сделали, дали женщине эту работу. Так она стала работать, эта женщина с шестью детьми, секретарша на этом производстве. И вдруг через два дня эта молодая девушка, которая уступила ей работу, получает телефон. В телефоне говорит с ней женщина. Она говорит, меня зовут Михаль, я жена хозяина производства, который делал интервью для того, чтобы принять на работу. Я услышала про то, что ты сделала, как ты уступила свое место. И у меня есть сын, который сейчас находится в шедухах, который ищет невесту. Он учит Тору, у него прекрасные черты характера. Так я бы хотела, чтобы его женой стала такая девушка, как ты, у которой такими идут такие черты характера, как у тебя. И девушка согласилась встретиться, через две недели разбили тарелку. То есть в итоге эта девушка, которая уступила, она стала не просто секретаршем, она стала хозяйкой производства. Человек, который уступает, он никогда от этого не проигрывает. На Суле Мигдаш написано, и дайте труму, и сделайте мне храм. Бешахант и Бетухан, и моя шхена, и мое присутствие будет среди них, среди евреев. Значит, мы уже говорили о том, что в наше время можно построить мешкан тем, что человек строит синагогу или дает деньги на постройку синагоги, или участвует в строительстве синагоги. Этим он строит маленький храм. Рассказывает Мидраж, что когда рабе Йосибар Кисма один раз шел по дороге и увидел такой Мидраж, очень странный, увидел он 300 верблюдов, которые были нагружены гневом Всевышнего. Я не знаю, как это выглядело, как он это увидел, встретил его пророк Ильяу и сказал ему, что все это, то, что нагружено на этих верблюдах, это все происходит от разговоров евреев в синагогах на темы, не касающиеся Торы. На самом деле, люди, которые понимают, они знают, что в синагоге в Бейт Мидраше можно говорить только о Торе. Либо надо молчать, либо надо говорить о Торе. Нельзя говорить о посторонних вещах. Даже если эти вещи, которые касаются, я не знаю, политики, того, что происходит в государстве, в синагоге надо говорить только о Торе. И рассказывают нам наши мудрецы, что времена Богдана Хмельницкого, это когда погибли сотни тысяч евреев. Вот такое страшное время. И в то время жил такой мудрец, которого звали Пальтос Ватъемтов. Он комментатор на Мишну. И он попросил, есть такая специальная молитва, есть специальная процедура, которую делают, могут идти только великие мудрецы. Он попросил, чтобы на небесах ему ответили, за что пришло евреям такое наказание. За что такое наказание, что уже сотни тысяч евреев уничтожены Богданом Хмельницким и Махш-Молзихру. Ему было отвечено, что Гзера, что это Гзера с небес, что это тяжелый указ с небес, пришел за то, что евреи не относятся достойно, не относятся достойно к синагоге и беть медрашу, и дома учения, и разговаривают там на пустые темы. Один раз был такой большой рабин Верушваме, его звали раб Иуда Цадка. Один раз он вошел в синагогу и увидел, что там висит табличка. На табличке было написано. Было написано, запрещено разговаривать в синагоге во время молитвы и чтения Торы. Значит, вытащил раб Иуда свою ручку и стер слова во время молитвы и чтения Торы. Осталось в синагоге нельзя разговаривать, нельзя разговаривать на посторонние темы. И мы видим, что на самом деле есть люди, которые сегодня приносят телефоны в синагоге. И когда эти телефоны еще они не выкручают часто, не дай Бог. И бывает, что эти телефоны начинают звонить, и они начинают отвечать во время молитвы. Представьте себе, что если в суде, в суде в израильском есть такой закон, что если телефон звонит, в израильском, может быть, не в израильском, есть такой закон, что если телефон звонит во время заседания, то тот, у кого зазвонил телефон, если он его не выключил, он получает денежных штрафов. То есть в присутствии судьи нельзя, чтобы телефон зазвонил. В то же время, не дай Бог, если человек еще по этому телефону начинает разговаривать. Так если перед судьей он должен так бояться, то тем более он как должен бояться перед Всевышним. Поэтому понятно, что в синагоги надо заходить только с выключенным телефоном. Вообще рассказывается в книге Туфхая Бил, что был махлокет, что был спор, за что были вот эти страдания во времена Богдана Хмельницкого между двумя главными поколениями, Раби Пинхасом Искорица и Раби Ейба. И в тот момент, когда происходили эти страшные вещи, когда, надо сказать, что антисемитский писатель Гоголь, мы учили в школе Тараса Бульбу, но мы учили его в сокращенном варианте. На самом деле у Гоголя Тараса Бульба расширенный вариант, он рассказывает с огромным удовольствием о погромах, которые творили казаки и которые убивали евреев. Это великий русский писатель Гоголь, так называемый. Так вот, большой демократ и большой любитель людей. Так вот, в кавычках. Так вот, опять-таки я повторяю, было мнение, одно из мнений было то, что это было из-за того, что женщины одеваются нескромно, а было мнение того, что евреи разговаривают в синагогах. Тогда они решили провести тоже одно испытание. Значит, есть такое испытание, которое называют испытанием, открывают специальный Хумаш, открывают специальную книгу Торы, и на тот пасук, на который попадает, на то предложение, которое попадает нам, на то предложение дает нам ответ на вопрос. Это должен быть особый Хумаш, это должны быть собрены определенные условия. То есть не надо это делать у себя на практике. Я, например, слышал, что когда рабе Мойше Пайнштейн был такой великий мудрец, который жил в Белоруссии в свое время, он уехал из Белоруссии буквально в 1938 году. У него каким-то чудом он получил разрешение, он сомневался, куда ему ехать, в Израиль или в Америку. И он открыл хумаж и получил такой посуг, такое предложение. Он получил «Лех-эля-мидбар-эля-арон» – «Иди в пустыню к Аарону», когда Всевышний обращается к Моше. «Иди в пустыню к Аарону», а в Америку его звал такой Раф-Аарон Котлер, был глава Лейкутской Ишивы. Это, в общем, послужило причиной, почему он выбрал Америку. Раф-Мойше Пайнштейн в итоге стал великим посугом не только в Америке, в Израиле. По нему очень часто берется Аллаха в наши дни, еврейский закон. Так вот, они открыли хумаж для того, чтобы раби Пинхас Искорица и раби Ейба открыли хумаж, чтобы увидеть, какой посуг, какое предложение попадет им, чтобы они могли понять, почему происходят эти страшные вещи, которые происходили во время погрома Богдана Хмельницкого. И они наткнулись на посуг, на предложение в книге «Берешит», когда Яков, наш праотец, укоряет двух братьев Шимона и Леви за то, что они перебили город Шхэм за свою сестру Дину, то они ему отвечают, «А что, как бесхозная будет наша сестра?» Вроде получается, что по этому посылку, по этому предложению, это получается по мнению рабина, который говорит, что это из-за нескромности женщин. Такие пришли страшные к зарод, такие страшные пришли вещи на еврейский народ. Но, с другой стороны, когда мы посмотрим на Таргум, на перевод этого посуга Йонатана Бен-Узеля, перевод на армейский язык, перевод комментаторский, он говорит так, он переводит это так, «Сейчас начнут разговаривать в синагогах и в домах собрания о том, что произошло с дочерью Якова». То есть, когда они говорят о том, что о Кизуна и о Сетохутейну, что он как бесхозная сделает нашу сестру, что сейчас начнутся разговоры о нашей сестре в синагогах и в домах собрания. Получается, что, по мнению того, который считал, что это пришло из-за неправильных разговоров, из-за тех разговоров, которые евреи ведут в синагогах, по его мнению, это тоже прошло. В итоге получилось, что прошло по двум мнениям. Из-за того, что женщины стали нескромно одеваться, и из-за того, что разговаривали в синагогах на не те темы, которые можно говорить в синагоге. Рассказывают, что в одной из синагог, которая была в Германии, там было особое правило, что если какой-то человек начинал разговаривать не на ту тему, то его просто выводили из синагоги. И эта синагога не была разрушена во время катастрофы. То есть, она сохранилась. И Адморми Гур, значит, за царь, раби из Гура, считал, что на самом деле причина, по которой не пострадали практически сфарадин, сафардские евреи во время катастрофы, включалась не только в том, что сафардские евреи в основном были верующие и сохраняли верность Богу, но еще в том, что они относились к синагогам как к бейдамикдашу, как к храму, и очень боялись святости синагоги, и не нарушали ее святость никаким напрасным разговором. Он считал, что это была одна из причин, которая защитила их во время катастрофы, которая была над еврейским народом. Мы знаем, как известно, что в основном сафардские евреи не пострадали во время Второй мировой войны, погибли ашкеновские евреи. В книге Коль Яков рассказывается такая история, что один раз зашел один из рабоним в синагогу и нашел там группу торговцев, которые ждали между Минхой Армиттом, между дневной молитвой вечерней, и ждали наступления вечерней молитвы. Между тем они говорили о торговле. Значит, Ираф решил, что надо сказать им тохаху, надо сказать им назидание, но так, чтобы они не опозорились. Он обратился к одному из торговцев, он обратился к торговцам и сказал так. Мидраж рассказывает, что один раз Всевышний сказал сатане, что он ему разрешает приводить к греху людей только с одним условием, чтобы он не заходил в бейт-кнессет и в бейт-мидраж, чтобы он не заходил в синагогу и в дома учения. Через какое-то время Всевышний увидел, что сатан находится в синагоге. Тут же он его ругал и сказал ему, что ведь мы договаривались с тобой, что ты не заходишь в синагогу. Как же получилось, что ты зашел в синагогу и нарушил наш договор? Ответил сатан, оправдываясь. Я выполнял условия, но когда я проходил мимо синагоги, я увидел торговцев, которые сидят и разговаривают в отношении торговли. Я подумал, что это не синагога. Я подумал, что это ресторан, поэтому я сюда зашел. Они поняли намек раба. На самом деле тот, кто не разговаривает и преклоняется перед святостью синагоги и перед святостью места, в котором он находится, не только не наказывается, он получает огромную награду от Всевышнего. Написано в торе, в этой главе. В этом золотом ящике арона кодаж хранились скрижали и первая сапертора. На самом деле там были прикреплены из золота, были сделаны специальные кружки, которые были прикреплены к этому арону и были сделаны шесты, которые были покрыты золотом. И на этих шестах левиим должны были нести арона кодаж. На этих шестах левиим, левиты несли этот арона кодаж, этот золотой ящик, в котором лежали скрижали и первая сапертора. На самом деле объясняется, что не левиты несли это, а арона кодаж не обладал практически весом. Было такое чудо. Он нес тех, кто его нес. То есть им только надо было держаться за эти шесты, а он уже нес их. Как рассказывают, что один раз был такой, один пожилой человек в синагоге, который всегда выполнял миссу поднимать цифертору. Есть такая миссу, когда читают цифертору в шаббат, в понедельник, в четверг, в прошлое, ее поднимают и показывают людям, которые там стоят. Люди говорят, «Во это золото татураша саму шелик нейт на Исраэль». Люди говорят, вот Татура, который положил мошепиет еврейским народом. И целуют, значит, как бы палец свой, когда они показывают на это место. Кстати, есть такая соглашка, она всматривается в буквы. Это очень помогает человеку, когда поднимают цифертору. Так вот спросили у одного пожилого человека, который никому не давал исполнять эту миссу, не трудно ли ему поднимать цифертору. Он сказал, «Я еле удерживаю, чтобы не улететь вместе с ней». Так вот, Арон Акодеш, он нес тех, которые несли его на самом деле. И рассказываю такую историю, что когда были дохристиан, по-моему, на территории Европы, в основном жили варвары, когда один из них хотел основать город Вильна, то он решил, он подумал, обратился к звездочетам, как бы сделать так, чтобы этот город был бы создан, чтобы он был бы успешным. И сказали ему звездочеты страшную вещь. Ну, мы знаем, что еще до христианства идолопоклонники они приносили жертву людей. Они сказали, что надо найти женщину, у которой есть единственный сын, и заплатить ей, чтобы она согласилась принести своего сына в жертву, на жертвенники, который будет поставлен на основаниях этого города. На основах нас. То есть были там такие какие-то балки, наверное, которые были основой закладывания города. Там надо было поставить жертвенники, на этом жертвеннике принести единственного сына этой женщины. Ну, он поспешил это сделать и объявил, что он заплатит большую сумму женщине, то есть единственный сын, которого она должна принести в жертву. В это время пришла женщина, это с единственным сыном. Понятно. И она сказала, что она готова принести в жертву своего сына. Ну, собрались важные люди, собрался народ, все смотрят. Тогда обратился этот человек, основатель города, обратился к этому ребенку и спросил его, ну, что можно для тебя сделать перед тем, как мы начнем? Ребенок понимал, что его ждет, и он сказал, что у него есть только три вопроса к основателю города и к людям важным, которые собрались вокруг него. Эти три вопроса такие. Что самая легкая вещь в этом мире? Что самая сладкая вещь в этом мире? И что самая тяжелая вещь в этом мире? Как он спросил, задал три вопроса. Что самое легкое? Что самое сладкое? И что самое тяжелое? Ну, стали, пытались ему ответить важные люди на этот вопрос. Одни говорили, что самое легкое – это перо, а самое тяжелое – это железо, а самое сладкое – это мед. Но ребенок им говорил, нет, я эти все ответы знаю, я не это имел в виду. Ну, а что ты имел в виду? И он говорит так. Самая легкая вещь в этом мире – это ребенок, которого несет его мать. На самом деле он для своей матери не является ношей, потому что она его любит, а когда любят, то не имеет значения без. Поэтому самая легкая вещь – это ребенок, которого несет его мать. Самая сладкая вещь – это молоко, грудное молоко, которое оно дает ребенку. Ребенок не хочет кушать ничего другого. Хорошо, а что самая тяжелая вещь? А самая тяжелая вещь – это жестокое сердце матери, которая готова ради денег расстаться с своими единственными сыном и принести его в жертву. Ну, услышал это основатель города, расчувствовался и решил, что он не будет убивать ребенка. Спрашивает Бен Ишхай. Тогда зачем нужны были ткани для покрытия мешкана, для покрытия храма передвижного в пустыне? И зачем нужно было, спрашивает Бен Ишхай, если этот Арон, если этот святой Арон Акодыш нес сам себя, то зачем нужны были шесты, на которые он был закреплен, чтобы его нести? Ну, он говорит, отвечает так. А зачем человек, он говорит так. Человек должен устанавливать для себя время для изучения Торы. Если так, почему многие люди это не делают? Почему у них есть множество объяснений, почему они это не делают? На самом деле, Тора для них тяжела. Они чувствуют игое ее, что оно тяжелое. Приходит Тора и говорит, я не тяжелое. Если ты будешь ко мне присоединен, если ты будешь меня любить на самом деле, ты увидишь, что я как та, у которой нет веса. То есть, как те, которые носили Арон Акодыш, они на самом деле не чувствовали веса и не должны были его поднимать. Но достаточно было им схватиться за шесты. И он уже нес сам себя. Точно так же я, говорит Тора. Меня нужно только за меня схватиться. Меня нужно только немножко полюбить. И это все. И ты уже увидишь, что она будет нести сама себя. Не ты ее будешь нести, она будет нести тебя. Шесты, они были прикреплены к Арон Акодышу, к этому золотому ящику, на котором несли скрижали и Сепер Тору. Шесты, они были, чтобы только было за что ухватиться. Достаточно ухватиться немножко за Тору, и она будет нести тебя. И так ты будешь себя чувствовать. Достаточно только ухватиться, и она тебя будет поднимать. Бывают люди, у которых есть непростая судьба. Рассказывают, что раби из Белза, конмору из Белза. Я раньше думал, что Белз, это Белц, который есть в Молдавии, такое местечко. На самом деле, Хасидей Белз, это Белз, которое местечко в Польше. Динат зашел к Адмору из Белза, один еврей, который выглядел, как абсолютно нищий человек. В то время, когда он зашел, сидел в комнате Адмора Исахар Дов, сын, сын Адмора, сын Адмора из Белза. Он увидел сын, что Адмор встает и очень сильно уважает этого нищего, очень сильно уважает этого бедного. И даже, когда он уходил, то Адмор встал и проводил его прямо до двери, так сказать, еще вышел даже за дверь. То, что на самом деле Адмор у Хасидов, это как царь в какой-то степени. Это не было принято у него так себя вести. Сын очень удивился, кто этот еврей, который так одет, как на самом деле последний нищий, который просит сдаку. Почему его отец так его уважает? Он вернулся в комнату, сын задал ему вопрос. На самом деле я удивляюсь, почему ты так уважал этого еврея, почему так его уважил, почему таким уважением ты к нему отнесся? Знаешь, сказал ему отец, что этот еврей, этот нищий, он знает Бабилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, Сифри и Тосекту, это комментарии на Тору, Гальпе, он знает это наизусть, все это на его языке. Он как игольчат и Талмудист, что если в одном месте проткнуть иголкой, то он знает, что в другом месте написано. Но если так, он сказал Адмор, если так, почему этот еврей, я тебе задам вопрос, он спросил сына, если так, что этот еврей столько знает, почему он не главный раввин Варшавы? Ты знаешь ответ, сказал он сына, потому что Всевышний сказал нет, если Всевышний говорит нет, значит нет. Но если он не раб Варшавы, почему он не раб одного из районов Варшавы? Потому что если Всевышний сказал, значит нет, значит нет получается что все эти не хочет чтобы у него был было раввинское положение снайдер бонут написано перки вот ненавидь и раввинское положение то есть ненавидь возвышение над людьми но тогда почему он такой бедный который просто просит знакомого есть только последний монет на который может прокормиться еле-еле знаешь ответ потому что если всевышний говорит нет значит нет когда отец умер то сын из ордов рассказывал эту историю он задал еще один вопрос который не задал его отец а почему если такой был толмит ха хам великий мудрец тары почему ему тогда мой отец не кормил его искупат хасидов из таки которые есть у хасидов белские хасиды не самые бедные известен ответ он сказал что человек может знать всю тору но если всевышний хочет чтобы что-то не происходило то это не происходит рассказывают что бруссалиме младен слепой если бы очень тяжело и когда он ходил по улицам лететь народ жестокий они над ним смеялись дети смеялись над этим слепым но когда он приходил на свадьбу от всей души и как-то он остановился перед этими детьми но и над ним вроде смеялись расскажу одну историю я вам расскажу одну историю когда я был молодой сказал этот нищий я я был молодой и учился решили хопец хайма это было очень непросто потому что слепому человеку очень трудно учиться хотя мы знаем в талмуде что рафиосов был слеп был великий мудрец тары но я не знаю приобрел ли он всю мудрость тары когда он ослеп или он на самом деле приобрел мудрость тары еще до того как ослеп во всяком случае и простым обычному человеку слепому очень непросто потому что когда он с кем-то учится он не может учиться сам ему должен быть кто-то кто с ним будет учиться кто будет ему рассказывать когда человек может слышать и не может видеть совсем понимаю причем микрофон отключите пожалуйста кто-то кто-то назвал черныш отключите пожалуйста микрофон спасибо так вот когда этот ему было очень непросто решили кого-то на то что была великолепная и шива потому что он может только видеть он может только слышать он не может видеть это утяжеляет изучение потому что на самом деле видеть это более даже важно чем слышать написано что при даровании тары евреи видели голоса всевышний так сделал что евреи видели голоса и вот как-то раз он рассказывает что он хотел учить тору но не получилось никто не он сказал такую историю на самом деле был однажды слова поразить на самом деле моё окей хобби саймон сказал такую историю был однажды была однажды еврейская семья которая была все они были большие болеть так они делали большую законе были очень правятные люди но никак у них не никак у них не рождался ребенок молились 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 нет не рождался у них сын и рождался у них ребенок и вот с другой стороны в это время умер один из праведников поколения и предстал перед небесным судом и когда его должны были уже отправить в рай этого праведника то тут встал какой-то ангел известно что всевышний очень придирчиво относится с таким к праведникам и сказал что у него есть протест по поводу отправления этого человека в рай в рай почему потому что при жизни он страдал гордыни у него была гордыня и поэтому ему не полагается на прямую дорога в рай а что ему полагается когда его спросили душу этого праведника спросили что ты хочешь ты хочешь искупить свою свой грех в аду потом попасть в рай или ты хочешь чтобы твою душу снова послали в этот мир и ты искупил свой грех гордыни в этом мире на самом деле тот узнает что такое от не дай бог или представляет себе что это такое он представляет что ответила та душа та душа ответила что она хочет снова вернуться в этот мир чтобы исправить грех гордыни но как ему исправить грех гордыни тогда всевышний решил что он родится он придет снова в этот мир эта душа снова придет в этот мир виде ребенка который родится без рук и тогда у этой семьи которая столько просила о ребенке у которой не должно было быть ребенка по идее на небесах было написано вроде что у них не должно быть ребенка было решено что именно в эту семью будет отправлен этот ребенок душа этого целика душа этого правит вот когда это ребенок вырос 11 открою ровно ходишь ровно ходишь с тех пор как днем были положены первые скрижали и сепартора называется с тех пор ровно ходишь в каждой синонге есть сторону на ходишь место для хранится собакуров у нас кроуна кодо шиплакова говорим за что мне за что мне за что мне такое ничего не слышу в ответ а на самом деле что мог услышать ты же сам попросил в том что человек это не помнит человек может являться в этот мир часто очень бывает что вопрос почему есть садык виралю почему есть праведник и плохо ему отвечая гемара этот садык бен раша этот садык сын злодея потому ему плохо в этом мире но если написано с другой стороны что дети не несут ответственности за отцов а как понять тогдашко написано в通ре и им щу до 3 4 поколения им чу до 3 4 поколения надо понять что и если говорит раше что если они держатся пути отцов тогда ними чудо 3 его 4 поколения если они держатся грехова на пути отцов но если если они дверь вхол на пути отцов тогда нет никакой reads tc бога Тогда почему бывает, что есть цадык в Эрадо? Почему бывает, что праведник ему плохо? Потому что говорится цадык бен Раша. Что значит цадык бен Раша? Объясняет нам Каббала Зога, что цадык бен Раша. Что такое цадык бен Раша? Что цадык сын злодея. Что значит? Он не в буквальном смысле сын злодея. В предыдущем своем воплощении души он был злодеем. Поэтому сейчас он отвечает, он искупляет свои грехи. То есть на самом деле мы должны понять, что человек, который приходит в этот мир, он не приходит пустым, он приходит уже с багажом. Он приходит как Гильгуль кого-то. Новых душ сегодня нет. Все мы души, которые пришли в этот мир, мы уже были в каком-то теле. Мы несём на себя груз того, что мы были в этом теле. И пришли мы в этот мир по нашей просьбе. Один раз был глупец, который выиграл в Лото огромную сумму денег. Что он решил сделать? У него была детская мечта построить дом своей мечты, в котором будут бассейн, джакузи, всякие такие вещи. Вот у него было много миллионов, которым выиграл в Лото. Он нанял Каблана, нанял подрядчика, который должен был бы ему построить этот дом его мечты. Этот подрядчик, он купил всякие вещи, которые необходимы для строительства дома. Камни, железо, стекло. И начал работать, взял рабочих, начал работать, начал резать камни и железо. Но пришёл этот глупец-миллионер в то место, где он режет камни и железо. И начал на него кричать, что ты делаешь? Зачем ты режешь мои миллионы? Зачем ты их истребляешь? Сказал ему подрядчик, дай мне работать. Это моя профессия, чтобы построить тебе дом, который ты хочешь. Для того, чтобы построить тебе дом, который ты хочешь, я должен порезать эти камни и это железо, согласно размерам. Нет, я тебе не разрешу мои миллионы резать и разрушать. Ну, понял подрядчик, что ему не с кем разговаривать. Тогда он не стал реагировать на крики этого глупца. Но на следующий день он пришёл снова. Начал на него кричать, на этого подрядчика. Я тебе говорил, перестань сжигать мои миллионы. Зачем ты какое-то имеешь право их резать, какое-то имеешь право их уничтожать. Сказал ему подрядчик, мой господин, возьми, пожалуйста, эти камни и это железо. Я не готов тебя строить ничего. Свернул своё снаряжение и пошёл. И ушёл, пошёл все домой. Говорит, могит мне дубно. Говорит, проповедник из дубно. Написано у царя Давида Псалма. И не поймут они то, что делает Всевышний, его дела. Они подумают, что он разрушает и не строит. Человек никогда не в состоянии понять Всевышнего. Он может считать, что Всевышний режет его миллионы, что режет его парносу, что режет его заработок, что режет его здоровье, что не даёт ему процветать. На самом деле он тебя только строит. Он тебя строит, он тебе сооружает строение твоей жизни, какое оно должно быть. И ты только держись, держись за эти шесты. Ты вместо того, чтобы держаться за шесты и благодарить его, начинаешь его ругать за то, что он у тебя режет, ты уничтожай твои миллионы. То, что он уничтожает твою жизнь. На самом деле, если ты перестанешь жаловаться, перестанешь кричать, ты поймёшь, что Бог только помогает тебе построить жизнь. Он как тот подрядчик. Но если ты будешь слишком много выступать, он оставит тебя самим собой и пойдёт по своим делам, не дай Бог. Тогда ты останешься со своими камнями, со своим железом. И так и будет. Человек не должен жаловаться. Человек должен воспринимать всё, что на него приходит с любовью к Богу. Человек должен понимать, что он не первый раз в этом мире. И что даже если он чего-то не понимает, это всё равно, как если он пришёл, как у нас есть многосерийный фильм, он пришёл посреди какой-то серии, не знаю, ни начала, ни конца, просидел 20 минут, решил, что он всё понял или ничего, например, не понял. Но на самом деле так оно и есть, что человек приходит посреди многосерийного фильма своей жизни, этого истории человечества, приходит на какие-то 20 минут, на какие-то 70-80 лет. А впереди его ждёт вечность. И поэтому, когда человек предстаёт перед Божественным судом, выбирает вернуться в этот мир на 70-80 лет, когда он понимает, это сегодня, если нам говорят, что ты хочешь, вечность или вот сейчас, это время сейчас, ты говоришь сейчас, потому что ты не видишь, ты не понимаешь, что такое вечность. Когда человек через 120 лет попадает в тот мир, он понимает, что такое вечное наказание, вечная награда. Поэтому он выбирает вернуться в этот мир, чтобы исправить свои грехи, чтобы искупить свои деяния. Дай Бог, чтобы мы все были цадыким, мней цадыким, чтобы мы были бы праведниками. И чтобы единственная причина нашего прихода в этот мир была бы только в том, зачем тогда, если он был праведником, если он цадык, то он цадык, если он праведник, он сын праведника, то есть в предыдущем воплощении он был цадыком, зачем он снова пришел в этот мир. Иногда душа спускается в этот мир не для того, чтобы исправить что-то, а для других людей, потому что поколение не для того, чтобы еврейский народ в нас нуждался, и чтобы мы смогли жить для еврейского народа, творить для него, соблюдать наши митцлот, заповеди, и не забывать, что еврейский народ, Тора и Всевышний, это одно целое. Мы все и обидим. Мы все душевные друзья. Спасибо вам большое за сегодняшний урок. Через несколько минут я продолжу чтение книги Рафтаубера «Сущность еврея». На сегодня до свидания тем, кто слушал урок этот. Счастливо. И тем, кто собирается продолжать меня слушать, через несколько минут я возобновлю свое обещание. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.